В Башкирии одиноко проживающим пожилым людям и инвалидам будут доставлять продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства на дом. Эти люди наиболее уязвимы, поэтому меры соцподдержки организуются в рамках профилактики коронавируса. При Министерстве семьи, труда и соцзащиты населения республики создается временный центр. Его работа начнется в ближайшие дни. В Уфе сотрудники Национальной библиотеки будут доставлять книги на дом. Новый проект ориентирован на пенсионеров, инвалидов и ветеранов. Нужно сделать предварительный заказ по телефону и литературу, привезут по указанному читателям адресу. Сложные обстоятельства, такие как коронавирус, еще раз подстегнули нас к новым шагам навстречу к нашим читателям. Родилась такая идея помочь наиболее подверженной риску группе читателей. Это в первую очередь пожилые люди, пояснили в пресс-службе библиотеки. В Уфе на одном из городских кладбищ посетители с осени приметили живущую на могиле собаку. Выяснилось, что животное просто не может забыть умершего хозяина. Пес не отходит от могилы далеко. Периодически на кладбище наведываются неравнодушные люди, чтобы покормить животное. В конце февраля Азат Кадыров ехал по стерлитамаку и увидел, как с крыши магазина прямо на бабушку упал снег. Он сразу же свернул к обочине на противоположной стороне дороги и помог пенсионерке. А потом его остановили госавтоинспекторы и выписали ему штраф на 5000 рублей за пересечение двойной сплошной линии. В соцсетях Азата начали активно поддерживать. В итоге штраф был отменен. В Белорецке на голову 82-летней женщины упала наледь с крыши многоэтажного дома. С черепно-мозговой травмой ее госпитализировали в больницу, где сейчас она проходит лечение в стационаре. Следственный комитет проводит проверку по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Затем будет дана правовая оценка действиям работников управляющей компании.